Здорово, ребята! Сегодня я вам покажу и расскажу, как научиться делать такой элемент силового воркаута, как флажок. Если вы готовы, пошли разминать. Прежде, ребятки, чем бросаться делать этот элемент, я вам расскажу немного о плохом, а именно о том, что это достаточно-таки травмоопасный элемент. Денис Минин когда-то, я помню, не разогрелся хорошо, нацепил себе по 3 килограмма утяжелителей на каждую ногу, сделал флажок и сместил себе несколько позвонков, у него повыходило, и, по-моему, была трещина ребра. Это о плохом. Так вот, ребята, прежде чем вообще заниматься силовой тренировкой, прежде чем делать какой-либо элемент, хорошо, в первую очередь, разминайтесь. Разминка – это залог вашего успеха и предостережения травм. Запомнили? Этот элемент, ребята, один из самых сложных в силовом воркауте, потому что он требует поднятия корпуса в горизонтальное положение, точно так же, как и передний виз, ласточка, ну и флажок. В этом элементе самым большим вашим балансиром, вашим тягорем вниз, будут ваши ноги. Поэтому, ребята, если они у вас большие, накачанные, ну, может, жирные, толстые, они вас будут тянуть вниз. Но если вы ноги не качаете, либо у вас их вообще нет, не дай бог, то этот элемент вам будет даваться легко. Но, ребята, те, кто решили встать на самый тяжелый путь, качать большие ноги, учиться делать флажок – welcome! Я научу, расскажу, как делать этот элемент. Поехали! Прежде чем приступать делать этот элемент, я вам немного расскажу теории, из чего он состоит. Собственно, я его покажу, продемонстрирую для начала. Чтобы вы думали, что я умею его делать, а не просто балабол какой-то. Так вот, друзья, Как еще вот так, переборубить? Элемент флажок состоит из двух основных движений. Первое движение у нас толкает, это моя нижняя рука, опора. Она толкает трубу и подымает мое тело, мой корпус, как домкрат, подымает вверх. Верхняя же рука, она тянет, наоборот, тянет, мое тело выравнивает горизонтальное положение. Соответственно, получается такое двойное. Одна толкает, вторая тянет. Получается флажок. Так что, прежде чем мы будем его делать, мы приступим к разминке именно тянущих и толкающих групп мышц. Сюда у нас войдут три подхода подтягиваний по 10 раз и три подхода отжиманий на брусьях по 15. Поехали! Ну, те, кто пробовали делать этот элемент, замечали, что, когда они пытаются выйти во флажок, им сильно, больно или давит вот сюда, в область ребра. Это зубчатые мышцы. То есть, это низ наших широчайших. И чтобы им помочь, чтобы их прокачать, мы сделаем второй подход подтягиванием узким хватом. И будем стараться тянуться к груди. Так что, друзья спортсмены, у вас должна быть хорошо развита силовая база воркаута. Это отжимания и подтягивания на турнике. Так что, без базовых упражнений вы далеко не уедете. Как бы вы ни старались. Как бы вы ни носили браслеты типа Power Balance. Все это... Ну что, разминку на турнике мы закончили. Предлагаю пойти на брусья и сделать три подхода по 15. Уже тепло. Уже хорошо. Хорошо. Надо пить. Не забывайте пить. Во время тренировки литр железно, не меньше. Вода ускоряет все обменные процессы. Ускоряет рост мышц. Похудение. Вода влияет на все. Так что, пейте, пейте, пейте. Пейте, пейте, пейте. Еще раз. Пейте, пейте и пейте. Пейте. Еще один. Долго не отдыхаем. Максимум 30 секунд. Для интенсивности. Потому что на улице холодает. И надо. Вообще, раздеваться не надо. Надо сохранять тепло. Ну, пока я с вами разговаривал, мне пора делать третий подход. Ну что, друзья, разминку на турнике на брусьях мы закончили. Пора переходить к самому флажку. Я покажу специальные упражнения, которые помогут вам поднять корпус. Ну, и держать его как можно дольше. Поехали. Итак, первое, самое базовое, самое хорошее упражнение для элемента флажка. Оно не травмоопасно особо. Беремся. Вообще, я люблю тренировать флажок на турнике. Это намного удобнее, чем на лестнице. Можно быстрее научиться. Как раз работают нужные мышцы. Ну, когда научитесь так делать с помощью турника, можно переходить на шесты, на лестницу и так далее. Беремся в исходное положение. Рука сверху. Нижней рукой мы просто упираемся. Ноги мы не задираем. Просто стараемся тело свое приподнять и держать. Вот в таком положении держаться. Вы почувствуете, как напрягается широчайшая мышца. Работает в статике ваше плечо. Потому что оно в упоре держит. Ну, на другую сторону. Упираемся просто. Ноги не задираем. И держим. Можно немного покачивать. И между подходами хорошо растягивайте мышцы. Я это делаю примерно вот так. Я хорошо чувствую, как мне давят зубчатые мышцы. Поэтому это говорит о том, что нужно их лучше прорабатывать. Подтягивайтесь узким хватом. И тогда вы будете широкими, как робокоп. Самое первое видео мое, которое было в моих тренировках в 2010 году. Я снимал именно на этой площадке. Может кто помнит. Я делал флажок на этом заборе бетонном. Делал выходы на этих турниках. Было интересно. И я сейчас тоже люблю посещать эту площадку. Здесь никого нет. В основном мало кто занимается. Мы будем стараться привлекать больше людей. Ребята, работаем на статику. Подойдем к этой бетонной стене. И будем такими пульсирующими, пружинящими движениями стараться ее столкнуть. Стараемся толкать стену. Упираемся хорошенько. Можно одну ногу вперед, одну назад. И... Старайтесь столкнуть эту стену к чертям. И чувствуйте именно ваши широчайшие мышцы. Чувствуйте плечо. Старайтесь давить не руками, а всем корпусом, всем телом. Достаточно будет таких три подхода сделать. На статику поработать. Статическая нагрузка очень хорошо укрепляет связки, сухожилия. Поэтому не думайте, что я вам какую-то фигню предлагаю забор толкать. Это действительно рабочее упражнение. Ну и точно так же, как мы толкали, мы сейчас будем ее тянуть на себя. Такими же пульсирующими движениями. Можно упереться ногой. И стараемся... Стараемся тянуть эту стену. Здесь достаточно будет два подхода потолкать, два подхода потянуть. Это будет нормально. Ну что, вы еще не устали? Тогда поехали дальше. Такой толстяк стал тяжело. Но не сдаемся никогда. На трубе тяжеловато делать этот элемент из-за того, что, когда поймал не тот угол, начинает тебя водить как циркуль, шатать во все стороны. Надо еще пристреляться. Может быть, кривая труба с каким-то углом. Найдите свой угол правильный. Будет удобно. Смотрите, у меня есть неплохой такой вариант, как лестница. Лестница под углом. На ней мы тоже будем пробовать делать то же самое, что и на турнике, только под небольшим углом. Я попробую делать это вот так. Можно ноги согнуть в коленях и уже ноги стараться в коленях выносить вверх. Поначалу, когда вам тяжело, потому что ноги тянут вниз, но когда вы уже окрепли, набрались силы мяса, то тогда можно уже пробовать ноги поднимать вверх. Сначала согнутые, а потом уже и прямые. И тянемся. Три-четыре подхода. Ух, с ногами. И хорошо. Смотрите, когда вы уже наберетесь хорошо базы, будет вам более-менее легко делать это с согнутыми ногами. Пробуйте ноги уже выпрямлять полностью. Но не страдайте такой ерундой, как вешать утяжелители на ноги, потому что это может быть чревато последствиями. Можно много чего себе посмещать, поломать, не дай бог. Но, как и бывает. Поэтому тренируйтесь со своим весом. Ведь флажок, этот элемент, требует работы только со своим весом. Я думаю, вам будет его достаточно. Потому что это движение очень травмоопасно, если его делать с дополнительным весом. Поэтому это вам не нужно. Старайтесь делать со своим. Дополнительный вес можно вешать в отжиманиях на брусьях, подтягиваниях. Но не нужно в этих опасных для спины движениях. В принципе, и все. Ребята, я вам рассказал все, что нужно. Пробуйте, учитесь. Тренируйтесь. Не забывайте про базовые упражнения. Тяните, толкайте, приседайте. И удачного вам флажка и легкого ветра. Увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok